Хоба! Приветствую всех подписчики, новые зрители, вы на канале Нерью, и прежде чем мы начнем этот видеоролик, поздравлю вас всех с Новым Годом, потому что никак иначе, как ап объекта 140 Е50М, а также 121-го, не назвать как подарок от Деда Мороза. Объект 140, советский средний танк 10-го уровня, который многие из нас выкачивали еще 7 лет назад, наконец-то дождался апгрейда ребаланса. Не буду затягивать со всякими лирическими отступлениями, самое важное, что нужно понять из этого видеоролика и разобраться вот в чем. Первое, это, играбен ли объект 140 с текущим аппом, который он у него есть? Нужно ли выкупать объект 140 для того, чтобы получать на нем удовольствие и играть, потому что он был не удел долгое время, ведь аппались другие танки? И третье, может ли объект 140 составить конкуренцию текущим средним танкам 10-го уровня? Давайте обо всем по порядку. Первое, что аппнули объект 140? Объекту 140 аппнули его верхний бронелист, который был 100 мм под определенными углами, там при веденке было около 230 мм, ну и соответственно вы любым бронебойным снарядом танка 9-го, 10-го уровня пробивались просто на вылет при любом довороте корпуса, разве что если вы не стояли чуточку выше. Вот, далее у нас аппнулась ВЛДшка на 10 мм, итоговая броня у нас составляет, раньше была 230 мм, сейчас стала 260 мм, то есть номинально разработчик утверждает, что учитывая угол приведенной брони, мы будем танковать большинство машин 10-го, 9-го уровня без использования ими голды. Действительно ли это так? Ну, здесь конечно же вопрос, нужно большое количество боев отыгрывать, но факт остается в том, что объект 140 так или иначе с большей вероятностью будет пробиваться почти всеми танками на вылет, однако есть одно но. Углы вертикальной наводки. Раньше у объекта 140, в отличие от Т-62, были минус 6 углов вертикальной наводки, стали они минус 7. В принципе эти изменения и закончены, то есть все что аппнули объекту 140, это его броню ВЛД, буквально там на 30 мм, на 10 мм ее аппнули, но типа угол приведенной брони стал у нас другой, и именно поэтому она более ощутима по идее должна быть. Второе это углы вертикальной наводки. Действительно ли эти изменения повлияют на геймплей объекта 140? Сейчас я вам показываю тот бой и вы можете сами наблюдать, как объект 140 перестреливается против машин с хорошими углами вертикальной наводки. Кстати говоря, против меня даже играл новый танк итальянский тяжелый под названием Karo-45. Я вообще не знаю, что это за штука, но по всей видимости тестер там умел и сидел, и протестирует он танк очень хорошо, и танк очень хороший выйдет в релиз. Естественно, все мы в это верим, в скобочках нет. Так вот, в данном бою я специально его выбрал для того, чтобы показать вам, каким образом теперь объект 140 может перестреливаться от рельефа. То есть я перестреливался против СТБ-1, против вот этого Karo-45, против я перестреливался еще от С110Е4, ТВПшки и Е50. Было ли мне комфортно перестреливаться? Да, было мне комфортно перестреливаться. Если танки, которые более комфортно будут играться, учитывая текущую ситуацию, нежели чем объект 140, да, это факт. Есть такие машины, кстати говоря, вот это вот офигенный выстрел, предлагаю вам его рассмотреть в замедленной съемке. Да, действительно, есть такие машины, которые будут играться лучше, например, это М48 Patton. Но если мы не берем Patton как машину, которая может перестреливаться от своей бронированной башни, от угла вертикальной наводки, потому что она медленная, то, например, у нас есть СТБ-1, который тоже может спокойно перестреливаться от угла вертикальной наводки. И в той конкретной ситуации он был бы лучше, чем объект 140. Можно ли сказать, что объект 140, исходя из данных минорных изменений, объясняю, почему минорные эти изменения, потому что объект 140 все же нуждается в более жестком апе, для того, чтобы он стал конкурентоспособным по отношению к другим средним танкам 10 уровня. Достаточно ли этих изменений, чтобы он был хорош? Нет, их недостаточно. Почему эти изменения являются минорными? Потому что чаще всего углы вертикальной наводки в минус 7 градусов, в отличие от тех же самых минус 6 градусов, вам потребуется на одной карте, ну даже не так, не на одной карте, а в одном бою из 10-20. То есть, будет ли это настолько сильно полезно? Вам да, будет, но не сильно. Потому что вы, благодаря этим углам вертикальной наводки, когда враг поймет, что вот вы его прессуете, чаще всего вы дадите выстрел, может быть 2, учитывая вашу скорострельность, и в принципе враг уже отступит, он отъедет назад, и из-за того, что у вас углы вертикальной наводки все же минус 7, а не минус 10, прессовать за счет как раз-таки своей бронированной башни углов вертикальной наводки вы его не сможете. Точно так же, как вы это делали на СТБ-1. Теперь, что касается брони объектов 140. Можем ли мы протестировать быстро броню объектов 140? Действительно ли она такая ощутимая или нет? Скажу вам так, я поиграл против объектов 140 очень много на своем стриме, я протестировал различные, скажем так, позиции для объекта 140, и скажу вам такую вещь. Я не ощущаю у брони конкретно вот данного танка в большинстве случаев, когда мне действительно нужно протанковать. То есть, можно ли рассчитывать на броню объекта 140, так как вы можете рассчитывать на броню какого-нибудь, ну, давайте возьмем так, как альтернативу объекту 140, ну, я думаю, имеет смысл взять там 907, да, или какого-нибудь там объекта 430У. Нет, вы не можете. У объекта 140 у него более картонный борт, 80 мм по отношению к объекту 430У, у которого 90 мм, он вообще не танкует. Ваш ВЛД, он хуже, чем верхний бронелист у 121, хотя раньше это было не так. Объект, я считаю, что 140-й со своим верхним бронелистом, он как раз-таки лучше танковал, чем 121-й. Сейчас, поиграв на 121-й, у которого 135 мм бронирование верхнего бронелиста, а у объекта 140, еще раз напомню, 110 мм, 121-й танкует значительно лучше. Итогово, если подрезюмировать это все, можно ли сказать, что объект 140 стал лучше? Да, можно, он стал лучше. Можно ли сказать, что данные изменения повлияют на количество наносимого урона, играбельность этого танка вообще в принципе в рандоме, если мы возьмем глобально показатели какие-то там в плане процента побед, настрела, урона, количество фрагов? Нет, нифига подобного. Максимум, что вы будете испытывать на этом танке, вы будете давать, ну, возможно, 1-2-3 выстрела максимум на какой-нибудь рельефной карте. Но давайте будем честны. Какое количество у нас реально жестких рельефных карт? Ну, их по пальцам пересчитать. То есть, это какой-нибудь там аэродром, и то чаще всего, если вы будете там перестреливаться против какого-нибудь другого танка на центре карты, вас будет уничтожать артиллерия. Это карта Эль-Халуф, это карта какая-нибудь песчаная река, это карта какая-нибудь там типа, ну, штиль, карта типа линия Маннергейма, и вот что-то вот в таком роде. То есть, если реально вот разобраться полностью в ситуации Объекта 140, то, по сути говоря, он не изменился. То есть, да, где-то когда-то вам будет играться более удобно, но, будем честны, глобальная проблема Объекта 140, она заключалась не в том, что у танка картонный верхний бронелизм, не в том, что у танка плохие углы вертикальной наводки. И глобально проблема заключалась в том, что этот танк не может вывозить за счет своей картонной башни. То есть, возможности реализовать ДПМ этого танка, их было не так много, потому что, например, СТБ реализовывает свой ДПМ за счет угла вертикальной наводки и бронированной башни. То есть, там УВНы там минус сколько там, у нас 14 или 12, я уж, честно говоря, не помню. Ну, короче, суть в том, что УВНы жесткие, минус 12 градусов, это прям много, и за счет этого вы можете реально жестко прям пенетрировать врагов. Плюс дополнительно бронированная башня, у которой явно изъянов меньше, чем у башни Объекта 140. Объект 140, он обладает башней в 240 мм бронирования, и если мы посмотрим на эту башню, то она пробивается слева и справа от маски, пробивается в лючки, и самое что паршивое у этого танка, она пробивается в крышу. Как бы эту крышу не латали, но вот это не латали, да, извиняюсь, заговариваюсь немного, то все равно эта крыша, вот эта вот залысина сверху на башке, она все равно пробивается, это жутко сильно напрягает, из-за чего невозможно адекватно перестреливаться от башни 140. Плюс дополнительно вот эти вот башенки командира, они тоже очень сильно мешают, прессуют в эти башенки вас, и насовывают, шпигаляют и так далее, и тому подобное. Можно подбирать много синонимов определения, но так или иначе проблема есть, и она остается. Объект 140, к сожалению, это не та легенда, которую мы ждали, не то возвращение легенды, которое мы ждали, это не тот самый Бэтмен, который способен спасти наш Готэм под названием World of Tanks. И это факт, это прискорбный факт, потому что есть более приятные тачки, которые апнули Wargaming покруче. Например, 121, о котором я сделаю, возможно, следующий, может быть, через один видеоролик. Также есть более приятные тачки, например, на 9 уровне, на которых играть можно с большим комфортом. Мы уже не говорим о машинах 10 уровня, потому что 140 так или иначе не сможет вывести против 121, ни в ДПМ он не сможет вывести, ни в броню он не сможет вывести. Да, и в принципе, наверное, разве что стабилизация у него крутая осталась. Вот бесспорно стабилизацию этого танка спустя года она все равно впечатляет. Кстати говоря, еще важным изменением является то, что у нас сейчас в игре простреливаются подкалиберами и бронебойными снарядами машинки, вертолетики, тракторы и так далее. Теперь почти все объекты в игре простреливаются, и это круто, это здорово, это не может не радоваться. Показал я вам первый бой с отличительными особенностями объекта 140, которые вот четко показывают конкретно вот что изменилось в объекте 140. Вот такой вот бой на лайфоксе, который я сыграл, где реально мне понадобились угли, 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 и угли мне тоже понадобились, углы вертикальной наводки, он произошел на девятый бой. То есть я сыграл 9 боев, в девятый или десятый бой я попал на лайфокс, и только в этом девятом-десятом бою мне потребовались мои углы вертикальной наводки. Хотя раньше я бы, скорее всего, ну не смог так агрессивно играть, это факт. Из-за чего я настрелял там, ну, там, дополнительные два косаря урона. Опять же, будет ли это ощутимо для игрока, который играет хуже, или там вообще, в принципе, не шарит, каким образом пользоваться углами вертикальной наводки? Ну, сомнительно, на самом деле. Удовольствие, скажем так, он от этого танка получит не такое большое, как от объекта 430У. Короче говоря, если вы думаете, выкупать ли объект 140 или нет, если у вас есть ИСТБ Паттон, нет, не выкупайте, бесполезно. Вот, можете сами потестировать, можете сами поиграть на этой машине, но не так много удовольствия вы будете получать от нее, как от других средних танков 10 уровня и 9, о которых я расскажу в своих следующих видеороликах. Если вам понравился данный видос, не забывайте, пожалуйста, лайк, нажимать, также подписываться на канал. С вами был Ниар Ю. Это была рубрика «По факту и без соплей». Увидимся с вами в следующий раз. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok